Большинство используют NTFS и FAT32, Linux-юзеры используют либо EXT4, либо ZFS, либо BRFS. Мир файловых систем богат, а в последних бетах Windows 11 появилась поддержка установки на ReFS. Что это такое и в чём отличие от NTFS? ReFS — не новая штука. Появилась аж в 2012-м под предлогом замены NTFS. Microsoft рекламировала как FS, ориентированную на высокую надёжность, масштабируемость и улучшенную целостность данных. Казалось бы, круто, но... А чем это тогда отличается от обычной NTFS? В первую очередь, ReFS — это работа над ошибками прошлой в плане ограничений. Имя файла может содержать аж 32 тысячи символов вместо 255. Во-вторых, максимальный объём раздела исчисляется сотнями тысяч эксабайт вместо 16. В-третьих, размер кластера только 4 или 64 килобайта. Также здесь убрана поддержка имён DOS, больше никаких 83 из 90-х. Для обычного человека разница, вероятно, никак не будет заметна. Однако, есть и минусы. Обновления не встают, Compact OS не работает, OneDrive и Xbox игры не ставятся, и даже с точками восстановления побалдеть не получится. Проверка диска недоступна, так как ReFS сама себя чинит и не требует дефрагментацию. Да и всплыл один забавный момент. Игры Activision перманентно банят игроков, которые используют Windows на разделе ReFS в своём ПК, выставляя их за читеров. Ребята на Хабре провели эксперимент с разными конфигурациями и одной особенностью. Система на ReFS. Результат был один и тот же. Бан за читерство. Как ReFS относится к читерству, Activision не говорят. Такие дела. А что вы думаете об этом? Пишите! Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! Подписывайтесь на канал и ставьте лайк!